Дом советов Солнцезащитных очков Летом хочется выглядеть на все 100 И первый вопрос, который мы себе задаем Какую же обувь выбрать Разнообразие огромное Шлепки, сланцы, вьетнамки Кроссовки, кеды Но ассортимент не самое главное Главное, чтобы обувь была удобной Если хотя бы одна косточка ног Находится в неудобном положении То сразу нарушается работа почти всего скелета Может заболеть шея, поясница, бедра И даже могут начаться боли в животе и голове Ведь весь организм взаимосвязан Даже если туфли очень красивы Но неудобны, лучше их не покупать Чтобы избежать таких неприятностей Желательно не покупать узкую обувь Потому что носка узкой обуви Вызывает целый ряд заболеваний Это такие заболевания, как кроший ноготь Потом часто тоже развивается натоптыши Так называемые Первый критерий выбора обуви Она не должна быть абсолютно впритык И мерить обувь лучше к концу дня Когда ножки будут немного больше Обязательно должно остаться место впереди Чтобы можно было легко поднять большой палец вверх Еще одна причина, почему не стоит покупать обувь впритык Не каждая кожа способна растянуться При покупке летней обуви Обратите внимание на то, чтобы пятка не скользила и не двигалась Так как при носке такой обуви могут появиться мозоли и пузыри Чтобы понять, удобно ходить в выбранные модели или нет Походите в ней по магазину Если 15 сантиметров высота каблука То меняется положение стопы И это в свою очередь при быстрой ходьбе Особенно оно ведет к деформации стопы И потом начинают развиваться всякие артериты, артрозы И начинает заложение солей И начинает человек болеть Летом лучше всего носить сланцы или туфли с открытым носком Обувь обязательно должна быть из натуральной кожи Чтобы наши ножки дышали И чтобы не получить никаких кожных заболеваний Хорошим вариантом также станут балетки Так как ноги не устают от каблука Можно спокойно передвигаться, не боясь подскользнуться или подвернуть ногу Не стоит выбирать обувь чрезмерно широкую и свободную Это также может вызвать нарушение кожного покрова стопы Разного рода потертости, воспаления мозоли В процессе носки обувь размашивается И нога уйдет вперед, что может привести к поломке каблука А когда каблука ломается, то может привести к травме голеностопного сустава Если говорить о модных тенденциях этого сезона То некоторые дизайнеры все еще предлагают сапожки или ботинки для теплого времени года Любительницам выделиться из толпы подойдет модная тенденция к фантазийным платформам По-прежнему популярны всяческие переплеты и ремешки Острые носы, туфель и босоножек постепенно возвращаются Однако главный принцип выбора обуви не меняется из сезона в сезон Подбирая себе новые туфли, помните, что вам в них должно быть удобно и комфортно Многие любители отдыха на природе летом задают себе вопрос Где же можно приобрести сумку-холодельник и сколько она стоит? Некоторым не хватает денежных средств, чтобы ее купить Поэтому нужно задуматься, как же сделать такую сумку в домашних условиях Вот такая получается сумка-холодильник Размер мы сделали небольшой, но в принципе можно сделать любого размера, какого вам нужно За счет аккумулятора, который можно приобрести в магазине Либо просто пакетик с замочком, в который можно налить соляной раствор Крутой соляной раствор и заморозить в морозилке Либо в бутылочку налить такой же раствор и заморозить Сюда вкладывается этот аккумулятор и за счет этого держит сумка-холод Чтобы изготовить такую сумку, вам понадобится сумочка Затем материал, который называется пеноплекс И его можно приобрести в хозяйственном магазине в любом И стоит он очень недорого На метр кусочек стоит 12 гривен То есть на эту сумочку пошло на 3 гривны материала И еще вам понадобится скотч, скотч двухсторонний Ножнички, ручка, сантиметровая лента замерить И линейка, чтобы ровненько все начертить Берем материал Выкладываем лекалы Обрисовываем И вторую такую же часть для крышечки Затем для этой боковой части Мы вырезаем одну полоску Цельную, чтобы у нас был один стык И как можно меньше теряли мы холода Замеряем ширину этой полосы И длину Все нарисовали, проверили и вырезаем Для начала мы берем одну деталь Спинку И собираем ее фольгой вовнутрь Обязательно у нас должна фольга смотреть вовнутрь Чтобы держала больше тепла И при этом если вы что-то разольете или мокрое То можно вытереть хорошо Оно не размокнет И не размекнет Половину ширины скотча вы приклеиваете одну деталь И потом прикладывая одну деталь Ко второму углу 90 градусов Вы приклеиваете вторую часть скотча Вот скрепили мы две детали Теперь нам нужно прикрепить крышечку Так как сумка у нас имеет такую конструкцию Что крышечка открывается не полностью А до половины Поэтому и прикреплять мы ее будем Только до половины Следующим этапом нашей работы Будет эту конструкцию Нужно вложить в саму сумку Так как материал очень мягкий и легкий Его нужно немножко погнуть И всунуть, чтобы было удобно А потом внутри все это раскрашивать Вы видите, что язычок отпадает То есть это не очень удобно Используя двухсторонний скотч Присоединение Вот наша сумка готова Потратили мы на нее всего 30-40 минут В одной сумке мы кладем аккумулятор Который вы можете приобрести в любом магазине бытовой техники Перед использованием его нужно заморозить в морозилке Или вообще держать его в морозилке А когда вам необходимо Достать и положить сумку Действует этот аккумулятор около 6 часов Прошло то время, когда солнцезащитные очки Покупались только лишь для того Чтобы обезопасить свои глаза от ультрафиолета Сегодня модные дизайнеры Создавая коллекции одежд Не забывают задавать стиль солнцезащитным очкам Об этом поговорим прямо сейчас Прежде всего новой станет форма очков Которая будет удивлять, восхищать и завораживать Окружающих своей уникальностью и необычностью Мода диктует выбрать правильную геометрическую форму Для своих очков Трапеции, квадраты, ромбы, овалы и четкие круги Сегодня на пике популярности Классическая модель авиаторов очков Ну это по праву универсальная модель Которая практически всем подходит Следующая не менее популярная форма очков в этом году Это форма лисички или кошечки их еще называют Это также форма подходит практически для всех Поэтому тоже очень хорошая инвестиция Также не менее популярна в этом сезоне модель С декорированными и различными деталями на заушниках Еще хотелось бы отметить вот такую интересную модель Ретро Это очки родом из 80-х Которые уже, скажем так, не первый сезон На пике популярности Ну и еще есть все предпосылки, что продержится не один сезон Некоторые модные модели солнцезащитных очков 2013 Могут не украсить владельца, а сделать его смешным Поэтому при выборе очков нового сезона Лучше не следовать слепо за предложениями модных журналов А подобрать очки к лицу Чтобы разобраться, кому какие очки подходят Важно запомнить два несложных правила Первое, это то, что форма оправы очков Она не должна повторять контуры вашего лица То есть, если у вас круглое лицо Тогда в этом случае идеальным вариантом Будут для вас прямоугольные или квадратные формы оправ Если же, наоборот, квадратное или прямоугольное лицо Тогда подойдут, как вариант, скругленные Или овальные, или круглые формы очков Для треугольного лица Идеальным вариантом будут очки-авиаторы Классические или же очки-бабочки Для грушевидного лица Идеальным вариантом будет оправа Которая уравновешивает нижнюю и верхнюю часть лица То есть, здесь в данном случае важно, чтобы Верхняя часть оправы была более массивная, чем нижняя Выбирая цвет оправы солнцезащитных очков Стоит обращать внимание на цвет ваших волос и глаз Таким образом, если вы светловолосая блондинка Со светлой кожей То вам подойдут белые, розовые, фиолетовые, светло-коричневые и серебристые оправы Если вы брюнетка или шатенка То вам подойдет любой оттенок Оранжевого, красного или коричневого Для рыжеволосых девушек Стилисты рекомендуют выбирать Сине-черные или изумрудно-зеленые оправы Солнцезащитные очки опасно покупать на улице Их продажа не контролируется И нет гарантии, что они блокируют ультрафиолет Лучше за этим аксессуаром Идти в специализированный магазин При выборе солнцезащитных очков Важно обращать внимание не только на дизайн оправы Которая вам понравилась Но также на цвет линзы Потому что есть физиологические цвета Которые очень благотворно влияют на ваше настроение На ваше самочувствие А есть цвета, которые желательно не носить в солнечную погоду Так вот, оптимальными цветами линз Являются серый и коричневый Также серо-зеленый От цветов же розовых, фиолетовых, синих В солнечную погоду лучше отказаться Солнцезащитные очки бывают поляризационными фильтрами И без них Если вы водитель, к примеру Либо собрались ехать на море Там, где очень яркое солнце Да, то вам желательно, конечно Чтобы очки имели такой фильтр Если же вы покупаете очки Для того, чтобы ходить не в по городу На работу, либо с работы То наличие такого фильтра в ваших очках не обязательно Также хотелось бы попросить родителей Чтобы они защищали глазки своих детей Потому что основную дозу ультрафиолета Человеческий организм получает Еще не достигнув 18 лет Надевая солнцезащитные очки Вы должны быть на 100% уверены Что они защищат ваши глаза от ультрафиолета Если же вы надеваете очки, которые не защищают ультрафиолета Вы делаете своим глазам такое плохое дело Своему организму в целом Почему? Когда мы надеваем солнцезащитные очки Наш зрачок расширяется Следовательно, если очки не защищают ультрафиолета Он очень большим потоком попадает в наш глаз Следовательно, получается негативное воздействие Если же мы идем просто без солнцезащитных очков Наш зрачок узкий Это защитная реакция нашего организма Поэтому, если вы не уверены, что ваши очки защищают от ультрафиолета Вы задержитесь от того, чтобы их надеть Есть специальные тестеры, которые позволяют проверить Степень защиты ваших очков от ультрафиолета Все солнцезащитные очки магазина Евромедоптика прошли проверку тестером на степень защиты от ультрафиолета Здесь вы можете проверить и свой аксессуар И еще одна приятная новость Уже сегодня в магазине действует скидка от 10 до 30% на новые коллекции солнцезащитных очков Однако, прежде чем сделать выбор и купить аксессуар Проконсультируйтесь с офтальмологом о здоровье ваших глаз В магазине Евромедоптика вам всегда помогут подобрать подходящую оправу Это все советы на сегодня Вам я желаю удачной рабочей недели Ну а мы незамедлительно приступаем к подготовке следующей программы Которая выйдет в эфир ровно через неделю До встречи! Субтитры подогнал «Симон» КОНЕЦ